Друзья мои, мы приехали в Кабулетти и сейчас опять гуляем по прибрежной, набережной Кабулетти. Сейчас прогуливаемся. Это наши блоки такие с ответами на вопросы, с советами. То есть, чтобы совмещать полезное с приятным, я вот делаю такие прогулки, да. То есть, я заодно нагуливаю шаги и на своем браслете, да, потому что у меня план десять тысяч шагов ежедневно. Вот. Ну и чтобы не ходить по стадиону, по одному месту, я все время хожу по разным локациям. Сейчас я нахожусь в Кабулетти. Вот там у нас получается Батуми. Видите, на мысе Батуми. А это у нас Кабулетти. Такая, как бы, большая прибрежная зона, большой пляж. Вот такой. Он пока, естественно, пустынный, потому что сейчас четвертого мая двадцать четвертого года. Уже тепло, уже такое прям даже на море тепло, хорошо. И сегодня я вам в этом блоке доложу и все правду расскажу. Никто на свете всех вкуснее, всех приятнее и милее. А давайте поговорим с вами о том, где лучше всего есть. Ну, где есть и как есть, потому что когда вы будете собираться в Грузию, вопрос еды – это базовая ценность. Потому что, как бы, безопасность, еда, где поспать – это такие базовые, основные ценности. Вы можете заниматься чем угодно и говорить себе о чем угодно, но еда – это важно. И сегодня я попытаюсь донести до вас несколько советов, которые, возможно, кому-то из вас будут полезными, но ваш кошелек за это точно скажет вам спасибо. Вот это точно с гарантией, потому что, как бы, я уже проживший в Грузии пять лет, скоро будет шесть, шестой год пойдет, вот, и я могу вам доложить и там дать какие-то лайфхаки о том, как правильно питаться. Не из класса там ЗОЖ здорового, а как правильно в Грузии. Понятно, что можно, как бы, понимаете, вот мне всегда умиляют люди, которые приезжают, такие, типа, там, там, в ресторан, там, туда, там, в хинкале, там, кофе пятнадцать лари, недорого, как вкусно. Чуваки, если вы пьете пятнадцать лари кофе, к примеру, там, да, то просто переведите на русский, ну, на российский, допустим, деньги, это пятнадцать лари, это, грубо, там, шесть долларов, шесть долларов, это шестьсот рублей, шестьсот рублей кофе, как в Москве, даже в центре самая большая цена двести пятьдесят, понимаете, как бы, ну, прям это такое, там, будет прям центр-центр, какой-нибудь, там, причистенка, вот. Поэтому вы можете делать все, что угодно, как угодно, где угодно, там, да, но этот видеоролик, он поможет вам, я надеюсь, что поможет вам сэкономить немножко денег, и мы пока гуляем по кабулете набережной, ну, такая большая, я тут ни разу не был, так не гулял, то есть я проезжал мимо, ну, так, чтобы резко так и не был, вот, здесь такие, видите, там, площадки детские, вот, такие взрослые площадки, вот, для занятий спортом. Итак, давайте мы начнем. Если вы планируете поездку в Грузию, то я бы рекомендовал вам подготовиться заранее и выбрать те места на Яндекс картах, на Гугл-картах, в каталоге Мадлоба с отзывами, с фотографиями, причем с реальными фотографиями, то есть это самый первый такой вот лайфхак. То есть вы можете в картах Гугл, в картах Яндекс сделать подборку себе, допустим, там, не знаю, кабулете, да, и где поесть, и уже выбрав эти места, спокойно по ним пройтись. Важно, чтобы эти места были с свежими фотографиями и с отзывами, которые опубликованы, ну, пусть там не менее двух месяцев назад. Потому что я вас уверяю, если вы заходите и видите там, о, отзывы, потом, а эти отзывы были написаны пять лет назад, там вместо этого кафе уже ганделок, то это ваша проблема, вот. И мы стараемся, как бы, найти места и поднять их в каталоге Мадлоба там, где мы действительно были сами, там, где мы можем рекомендовать, либо там, где мы слышали от людей, которых у нас есть, там, грубо говоря, какой-то траст, какое-то доверие, там, да, вот. Опять же, попробовать настоящую грузинскую кухню я бы вам рекомендовал, это второй совет, не в пафосных кафе, там, да, и там в ресторанах. А попробуйте, то есть это, если вы хотите настоящую грузинскую кухню, то начните пробовать ее. То есть есть очень много кафе, и мы в Мадлобе пока называем грузинские рестораны, там, да, это там, где питаются сами грузины. Понимаете, ни один грузин, нормальный я имею ввиду, не будет есть хинкали с сыром, их не бывает в природе, ну, то есть хинкали с сыром, это, как бы, такое, ну, это такое, новодел для туристов, там, лихий. Что вы будете, хинкали с грибами, хинкали с сыром, хинкали бывает с мясом, и лучше всего, если это, там, с говядиной, с бараниной, да, со свининой тоже не бывает, ну, редко. Но хинкали, в основном, это, как бы, с мясом, потому что там вся история, это именно в том соусе, который идет внутри этого тестового мешочка. Понимаете, когда вам рассказывают, то я, опять же, рекомендую идти в рестораны, куда ходят сами грузины. Они, смотрите, в чем, в чем суть? Во-первых, этот ресторан, он не находится не в центре города, а он находится вот внутри, в спальнике таком, да, условно. Второе, там будет очень дешево, ну, то есть относительно дешевле, чем в пафосном. К примеру, в пафосном будет, там, лар восемьдесят, и там два лари за хинкали, а там будет лар двадцать. То есть на те же деньги вы возьмете в два раза больше. И поверьте, что, как бы, вот эта атмосфера Грузии, вот этих вот соусов, специй, приправ, это именно можно ощутить ее в таких вот, в местных кафе, а не туристичных. Потому что у туристов, это мое личное мнение, там, да, сугубо личное мнение, что туристы, это такая каста, которая, вот вы приехали сейчас, попробовали, вам не понравилось, ну и вы уехали, да, ну и чего. А местные будут ходить, если там вкусно кормят. И недорого, должно быть вкусно и недорого. И там не будет, как бы, двух, опять же, двух ценников, как это бывает в некоторых местах, да, что есть меню для туристов на русском, а есть для местных на грузинском. Следующий совет, который, как бы, я бы хотел вам обратить внимание, что цены в Батуми и в Тбилиси кардинально отличаются от цен в маленьких городах. Но проблема в том, что в маленьких городах и нет особого выбора, вот. Но в двадцать третьем году вообще был фурор, там, да, двадцать второй, двадцать третий. Ценники были такие атомные, что, как бы, я снимал видео про цены в магазинах, про стоимость в магазинах. И это было такое ни с чем не сравнимое удовольствие смотреть, когда люди идут в ресторан и пищат от радости, что они там поели на сто лари без спиртного. Друзья мои, до двадцатом, двадцатом году на сто лари, ты со стола не встал бы. Ну, вообще, от слова совсем. Вот. Со спиртным, наверное. Вот. Но, тем не менее, всегда смотрите, то есть, вот условно говоря, смотрите места, где, во-первых, есть отзывы, а во-вторых, читайте эти отзывы. Потому, что очень многие, не читая отзывы, идут, а потом, то есть, люди так устроены. Они сначала идут, разочаровываются, а потом они пишут отзыв. И когда они приходят, приходят отзыв писать, они видят таких же людей, как и они, которые пришли писать о том же самом. Еще один момент. Когда вы приходите в ресторан, для меня это главная фишка. Вот я всегда, всегда, всегда. То есть, смотрите туалет, уборную. То есть, вы зашли, посмотрели, посмотрели уборную, посмотрели меню, то есть, делай раз, зайдите в туалет, потому что, ну, руки надо мыть, правильно, перед едой. Зашли в уборную, помыли руки, оценили уровень туалета. Поверьте, если в туалете грязно, то очень я сомневаюсь, что на кухне будет чисто. Ну, потому что так это всегда. То есть, если вы приходите к кому-то в гости и в туалете на сценах, то вряд ли там будет кухня там убрана хорошо. То же самое в ресторанах. Второе, да, обязательно берите и смотрите меню. Смотрите меню и смотрите цены, да, и обращайте внимание, это за сто грамм или за порцию. Потому что очень часто вы открываете, видите дорадо, написано там, допустим, 20 лари. Вы думаете, что рыба стоит 20 лари, условно, ну, я цифра, что толка, заказываете, а потом вам с такими глазами недоуменными приносит счет там на 80 лари за дорадо и объясняет, что 400 грамм, 100 грамм 20 лари, 400 грамм 80 лари. Вы такие вот, а уже все написано. Поэтому изучайте меню и не стесняйтесь, как называется, уточнять. То есть не стесняйтесь уточнять там про стоимость, про подачу, когда будет подано, да, с чем это будет, есть ли гарнир, нет гарнира, не страшно. То есть всегда-всегда. Если вам говорят, что типа я русский не понимаю, поднимайтесь, уходите. Потому что когда придет, когда придет счет, он вам на чистом русском языке объяснит, что, за что, почему, куда и за сколько. Тут тоже понятно. Следующий момент. Будьте вот, смотрите, опять же, многие возмущаются про «рыба – это боль». Поймите, Грузия – это, я бы сказал, не рыбная страна, ну, совсем не рыбная, да. Здесь мясо, шашлыки, вот эти все блюда, которые есть, национальные блюда – это мясные блюда. То есть грузины такие – это жесткие мясоеды. Они мясо любят, шашлыки любят, вот это хинкали, они все с мясом, мясо, мясо, мясо. Рыбы в рационе нет. И я когда ехал сюда, я почему-то тоже думал, как и многие из вас, что типа вот, это же море, да, и у меня море ассоциируется всегда с рыбом. Ну, рыболобство, да, как бы рыба, там шаланды полные, кефалии, вот в этом всем формате, да. Так вот, нет, здесь с рыбой напряженка, от слова совсем. И та рыба, которая есть здесь, она очень часто турецкая. Ее привозят в Турцию, как же ее привозят в другие, во все регионы. То есть она не дороже, не дешевле, она плюс-минус столько же стоит, даже где-то стала дороже. Раньше лосось был семьдесят лари за килограмм, сейчас стал уже сто, сто двадцать за килограмм, то есть на ровном месте. То есть валюта не падает, все дорожает. Ну, вот такая здесь история. Следующий момент, что я бы вам хотел сказать, что типа, ну вот, как делаю я? Я скажу, я уже старый, я живу здесь давно, и я стараюсь, вот я еду в дорогу, я понимаю, что в Кабулете мне сейчас, я могу найти хороший ресторан, поесть, но я не готов сейчас рисковать, потому что я в дороге, и если у меня там трехдневное путешествие, я не готов, чтобы у меня это все оставалось на волю случая. Поэтому я в Батуми заезжаю в Аграхаб, там есть отличная кулинария, отличная кулинария в Аграхабе, жаль только, что он есть в Батуми и в Тбилиси. И там, в этой кулинарии, я беру себе, в принципе, там завтрак туриста. Да, это булочки, это там, ну, то есть все, что там очень и очень контейнер. Потом приезжаю в любой город, захожу в кафе, покупаю у них там что-нибудь такое небольшое и прошу в микроволновочке разогреть. Проблема часто бывает в том, что во многих кафе, ну, в некоторых, не во многих, во многих, нет микроволновки, как и во многих квартирах, которые вы будете в аренду, там не бывает микроволновки. То есть, как бы здесь с микроволновкой для меня было удивительно, проблема, и поэтому мне пришлось ее сразу купить. Вот. Что еще? Маленькие города, то есть грузины, они любят есть дома. У них нет, допустим, в Польше, либо в Германии, либо там, не знаю, в Норвегии, такого класса, что мы пойдем питаться на это, как его, мы пойдем питаться в ресторан, там, да, на ужин. Там недорого и вкусно, и не надо ничего там убирать, и мыть там, и туда-сюда. Нет. Поэтому маленькие города, если вы едете такие, совсем-совсем маленькие города, то все, что вам будет там ожидать, это в лучшем случае какая-нибудь кондитерская или пекарня с каким-нибудь там а-ля пиццей, либо там, какими-нибудь пирожками с мясом. Ну, и опять же, там, лучше всего с сыром берите, не прогадайте, потому что, как-нибудь там такого изобилия, как бы, нет отчасти, да. Есть какие-то кафешки, я, допустим, был там в Азургете неплохая, ресторанчик новый, но это скорее исключение из правил, чем правило. Вот мы пришли в вторую часть нашего Кабулети, и тут тоже такая вот, парк такой у них, а тут прям такое море-море-море. Шум. Ну, тоже красивенько. Ну, он верил, да, Батуми, а это Кабулети с парками и со стройками. Следующий момент – это всегда обращайте внимание на, скажем так, на, как это сказать, сервисный сбор. Раньше, ну, то есть люди до сих пор еще объясняют, то есть вы попадаете в такой косяк, то есть вы приходите в ресторан, условно говоря, и вам приносят счет, в котором есть, допустим, счет сто восемьдесят лари. Вы думаете, как же так, я заказывал на сто пятьдесят лари, а там сто восемьдесят лари, а внизу написано двадцать процентов сервисный сбор. Ну, вы, как и я, сами себя успокаиваете, видите, думаете, ну, это все равно чаевые, я хотел чаевых оставить десять процентов, а сняли двадцать процентов, ну, и ладно, там уже, сюда, как бы, и уходите, да. Но, как это, осадочек остался. Но проблема в том, усугубляется проблема в том, что официант стоит, смотрит на вас с глазами полными слез и говорит о том, что, глаза его говорят о том, что, как бы, чувак, а чаевые, а чаевых нету. И он объясняет вам, что это двадцать процентов это налоги, а это не чаевые. И, то есть, и вы, даже оставив двадцать процентов чаевых, все равно будете виноваты. Поэтому всегда уточняйте, что и сколько это стоит. Я считаю, мое то есть, мое четкое осознание того, что, как бы, я не обязан платить двадцать процентов, там, какого-нибудь сбора, если его не написано. Если он написан, это ваше право уйти. Потому что, как бы, ну, это, это такая хитрая надбавка. Они кто-то ставят десять, кто-то ставят двадцать, кто-то пятнадцать. Вот то, что я говорил. Смотрите, видите, вот получается, у нас есть дома, вот дом, то есть, да, кабулете. Вы снимаете здесь жилье, например, вроде бы, да, чинно, у вас первая линия, прям сосновый лес, да, море. Ну, круто же. Хотель там, да, видите, гринхаус-хотель. А потом вас ждет сюрприз. Пара-бара-бам. Чуваки, которые разбирают эту железобетонную штуку, и они стучат. И даже сейчас стучат, когда Пасха, видите, все равно. Прикиньте, как они будут стучать еще там. То есть, это очень долго будет здесь стучаться, вот. Потому что это не построят ни завтра, ни послезавтра. И вот этот вот стук, грохот-бам, он будет долго-долго здесь стоять. И вы ничего с ним сделать не сможете. А слава совсем. То есть, вот наш центр. И вот мы слышим, даже здесь звук. Звук какого-то перфоратора непонятного. Кто-то что-то сверлит. Вот. И вот все эти шумы. Вот, видите, рабочие сидят. Вот вы сняли жилье, а тут что-то строят. И у вас начинается движуха. Слышите? А, ну да, вот. Перфоратор. Вон там болгарочка. Вот. Ну, радует то, что видите, здесь такая одесская площадочка стоит. И вот такие даже волнорезы есть. Ну, а это пляж. Людей пока нет, но и пляжи не очень засраны. Если честно говоря, я ожидал, чтобы чуть-чуть похуже. Ну, смотрите, какая береговая линия большая. То есть, у нас получается, она прям огромная, даже больше, чем в Батуми. Вот. Только в Батуми получается очень много инфраструктуры, прямо на берегу. А здесь вот, как бы, дружок спит. Ну, какая. Ну, как в кино, да. Чайки, облака. Какое-то дерево плавает. Волна. Вот. Ну, и вот, видите, тут такое все, все в таком. Ну, с одной стороны, хорошо то, что все в ремонте, все переделывается, все украшается. Потому что, как бы, Грузия, как я говорил, наконец начинает понимать, что люди часто голосуют, люди голосуют ногами. То есть, если раньше было там два-три ресторана на весь берег, то теперь их будет двадцать-тридцать. И если раньше у тебя прокатывала вот такая хибара с такими столами, то теперь уже нет. Теперь надо делать уже красиво, модно, чтобы у тебя было все вымыто. Все аккуратненько. Вот такие вот, условно говоря, видите, какие шторы из ракушек. Ну, оригинальненько. Видите, такие ракушки. Дизайн такой. Ну, конечно, тут шифра никуда. А тут непонятно. Ну, тут же должна быть дорога. И пам-пам-пам-пам-пам-пам. И ее заложили. Имеет право, че. Вот. А здесь прям такие, ну, креть семненько. Стол такой. Камень золотой. Кашпо. Здесь камни и ракушек на цепях висят. Да. Ну, необычно. Только непонятно, куда эти дорожки идут. Вот. Еще один лайфхак. То, что я активно практикую. Я очень часто просто заезжаю в села, в города и как бы разговариваю с людьми и напрашиваюсь в ним на обед. За деньги. Я это не афиширую, потому что, понимаете, когда говорят, что Грузия, это как бы там про деньги, нет. Я вам скажу по своей статистике. И с десяти раз, когда меня кормили, только три раза мне удалось всунуть деньги. Вот. Семь раз я ел на халяву. Ну, условно, на халяву, но, тем не менее. Вот. Тоже было очень-очень прикольно. Вот. Кобулецкие собаки. У них, видите, на ухе такая, как бы пуговицы или такие таблетки. А, вот. Ну, и вот. Это значит, что собака чипирована. То есть, не то, что она там, ей поставили там, как это, как это стерилизовано, как мне говорят, что, типа, стерилизовали. Нет. Да просто она получила прививки от бешенства и там все остальные прививки. То есть, она получила комплекс мероприятий, которые сделали ее относительно букваправкой. Ну, примерно вот так это все звучит. Вот. Ну, и вот тоже смотрим, опять же, Кобулети. Это набережная. Есть такие спуски вниз. Вниз. И вот смотрите, здесь кое-где, кое-где, да, есть кусочек. Даже там, получается, у нас же уже идет чуть дальше. Это магнитные пески, там пятое-десятое, наверное, туда эта вся история и проходит. Вот. Ну, вот волнорезы, только непонятно. Почему? Потому что это, наверное, уже как-то новострой. А, ну да, вот видите, такие еще, как бы, есть такие ступени, где, наверное, можно сидеть. И тоже там, вон, люди пришли там отдыхать, наслаждаться. Ну, и вот такие. Всегда, всегда, видите, вот таких вот много сейчас отелей. Вот. И в Грузии очень много таких мест, вот такие, вот такого плана готовятся. Видишь, такие отели. Вон, даже чувак сейчас что-то красит. Ну, удивительно, потому что в Грузии обычно Пасха, перед Пасхой мало кто работает. Вот. Ну, и вот такого плана тоже, видите, такие дома вот тоже очень, особенно в Анаклии. Вот, видите, такой дом, первая линия моря, и он заброшен. Казалось бы, да, это скорее всего… То есть, как мне объясняли некоторые, что очень часто такие дома выкупают, типа, банк, вот, и пока он их продает, вот, он стоит в таком, в заброшенном состоянии. То есть, он был заложен в банк, не выкупили вовремя, соответственно, как бы банк его продает, продает его не так активно, как хотелось бы, и вот он стоит, казалось бы. Вроде бы все. Вот. А это здесь у нас идут работы по площадке, по футбольной площадке делают тоже. Ну, прям они жестко делают, прям, такие, металлом таким. Вот. Ну, а это уже пошли такие ресторанные прибрежные, да, допустим, вот там ресторанные, там ресторан «Давид», ресторан «Мандарини», площадочки. Ну, в целом-то, смотрите, как бы оно, в принципе, очень даже красивенько. Вот. Кстати, вот, вот этот вот звук болгарки, перфоратора, это то, что я говорил в первой части или во второй части, о том, что когда вы будете снимать жилье, важно снять на три дня и послушать, есть ли около вас шум ремонта. Потому что с этим, кажется, что вы такие, ой, это там один день, ага. Вот. Ну, и радует то, что, смотрите, вот в кабулете, что хорошо, видите, есть кусок. Его больше, чем в Батуме, гораздо камни поменьше, вот. И вот такая. Видите, там мальчик, где с феставатором играет. Вот. Ну, и здесь вот такая уже. А вот то, что я говорил, видите, написано, вот, когда вы идете, кроме риэлторов, можно просто снять на два-три дня квартиру где-то, а потом походить просто. И вот они, видите, вывешивают на этих, как его, на балконах, там, сдается на русском языке, вон, вверху сдается, еще сдается. То есть взяли и просто позвонили. Вот. Это прям какой-то Геракл. Ну, я думаю, что это какой-то знаменитый памятник Кобулецкий. Вот. Прям такой. Ну, не буду хвастать, не знаю я таких легенд. Вот. На Витязя в тигровой шкуре не похож, тем не менее. Хотя, может быть, и он. Амарджоба, а кому это памятник? Я не знаю. Вот. Спросили уместно, он тоже не знает. Ну, значит, и мне простительно. Ну, и вот такая уже тут уже пошла парковая зона, инсталляции. Вот еще ресторанчик. Уже тут уже пошла больше, видите, такая больше цивилизация, да. Соответственно, вот у нас такая прибрежная зона. Там уже пошли уже, вон, жилые дома. Ну, смотрите, опять же, Кобулетти. То есть, если Батуми – это такие высотки на, там, двадцать, тридцать этажей, там, да, то это такое уже больше… Я, наверное, больше девяти не видел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двенадцать. Двенадцать этажей, наверное, самое плохое, что я видел. Вот. Ну, и здесь, опять же, по улицам. Всегда смотрим улицы, ну, довольно чистенько, да, условно говоря. Есть, вот, ну, урны, скажем так, пусты. Вот. Ну, и вот есть, опять, то, что я говорил, видите, то есть, можно просто походить, погулять. И вот опять, форренд. Вот. Так, еще давайте последний совет о том, как заказывать блюдо в ресторанах. Лучше всего, если вы попросите, вот, понимаете, когда вы были во всех таких хороших классных ресторанах, то как бы официант после приема заказа, он обязан повторить то, что вы заказали. То есть, удостовериться то, что именно это в таком количестве вы заказали. Но в Грузии этого нет. Они говорят, я помню, я говорю, давай, скажи, он, понимаешь, а если он начинает помнить, ну, типа там, я помню, да, то будьте уверены, что он забыл. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, поэтому, друзья мои, вы должны возьмите блокнотик, телефончик и просто там продублируйте заказ. Даже понимая то, что вы записали то, что вы хотите, у вас будет точка опоры. Потому что потом он скажет, я такого не говорил, вы такого не говорили. Вот. Тоже будет не совсем камильфо. Зачем вам ругаться лишний раз? Вот. Ну и еще один момент такого плана. То есть, многие говорят, ой, дорого-дорого, друзья мои, конечно, если вы идете питаться в придорожные или там приморские кафе, то вам будет дорого. Потому что, когда, ну, для меня дико, когда вы покупаете кофе за 10 лари и говорите, ох, какое вкусное кофе, да. А потом, ну, я человек не бедный, но для меня 10 лари за кофе – это дорого. Для меня, там, не знаю, ну, я просто знаю места и это просто, то есть, отойдите чуть-чуть дальше, откройте гугл-карты, откройте мадлобу и напишите кофейня. Почитайте отзывы, на хоронях позвоните туда и спросите, сколько у вас стоит кофе. Там, эспрессо, двойной, там, американо, капучино, латте, там, да. Вот, собаки. Собак тут реально много. А, ну и вот, смотрите, слышите? А я слышу, и вы нас слышите, болярочка. И вот, прикиньте, сейчас у нас суббота, на часах четырнадцать с пол третьего. Самое время для послеобеденного сна. И здесь у нас, получается, болгарочка звучит. Вот. Ну, идем дальше. Ну, все, что я хотел сказать вам про питание. Ну, опять же, если вы в дорогу едете, если вы собираетесь сюда, не рассчитывайте. Ну, поймите, я хочу, чтобы ваш кошелек был вам благодарен. Если вы можете купить более вкусную, качественную еду и взять ее с собой, не важно, в Агрохабе, в Карфуре, на море. И здесь вполне себе с гарантией, качественными продуктами питаться. Какой красивый домик. Да, вот прям мечта. Домик у моря, такой дворец у моря. И вон, видите, обитаем. Вот. С таким, как это, балкончиком, с видом. Да, вид такой прям открывается. Прям хорошо. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Классно, да? Вот. Так зайдите, заедьте в Агрохаб и, или возьмите там, не знаю, вот просто, когда люди пытаются питаться в придорожных, там, в этой, как его, в… то есть, я сколько езжу по миру, я очень редко останавливаюсь в придорожных кафе, очень редко. И очень редко я могу себе позволить, грубо говоря, есть в приморских кафе. Потому что, понимаете, поймите суть. То есть, суть очень простая. Придорожное кафе, приморское кафе – это кафе, где масса работает на проходимость. То есть, человек пришел, поел, и он больше туда никогда не вернется. Ну, вряд ли, да? То есть, он, как бы, такой незавсегдатый. То есть, он, например, вы едете, заехали куда-то там в кафе, если ты на трассе, там, где дальнебойщики, ну, наверное, как бы, там, можете вернуться. А когда вы едете раз, то и не вернетесь. А вот такие, как бы, там, сетевые, они почему-чем хорошие? Потому что у них всегда отменное качество. Понимаете? И вы приехали на море, у вас есть два варианта. Вот я работал в общепите в Грузии. Просто я поднимал, то есть, и кафе, и кальянные. Вот. И я понимаю, на что идут люди, чтобы сэкономить или удержаться на плаву. Да? Поэтому, как бы, ну, друзья мои, это дело ваше. Но я предпочитаю знать то, что я ем, где я ем и пытаться… Ну, то есть, в Грузии есть более интересное впечатление, чем еда. Да? И тем более, чем еда, которую вам подадут, там, ее в ресторанах около моря. Да? Просто там изначально… Ну, вдумайтесь, если вам по кайфу, то, может, я не отговариваю. Вот. Но все-таки попробуйте начинать свой бюджет планировать. Да? Из расчета того, что вам надо просто сытно поесть, получить белки, углеводы. Вот. И жиры. И, получается, на этом эта часть у нас заканчивается. Вы видите, гуляем по Кокобулите по набережной. Ну, она прям большая. Я уже прошел… Нормально я уже прошел, видите, и она еще ни конца, ни края нет. Все. Встретимся в другой части видео. Я думаю, что вам мои советы были полезны. Мы погуляли по Кокобулите со мной. Идем в четвертую часть. Пара-бара-бам. Пивем. Мадлоба.